Всем привет, братья и сёстры! На связи отец Евген. Перед тем, как вы начнёте смотреть новенький, свеженький выпуск самых топовых новостей по Free Fire, я сразу же для вас отмечу, что я прямо сейчас нахожусь на югах в Краснодаре. У меня здесь нет моего оборудования, с помощью которого я обычно записываю ролики. Нет микрофона. Поэтому звук в данном видеоролике будет записан на наушники с микрофоном. Поэтому прошу сразу перед всеми прощения, не обессудьте. Звук будет немножечко, ну, не такой, как обычно. Он не будет вахим, но нормальный. В общем, всем вам приятного просмотра. Надеюсь, ролик вам понравится. А перед тем, как мы начнём, хочу порекомендовать вам гильдию от CFF. Мою личную гильдию, в которой прямо сейчас у нас открыт набор. Обращаю ваше внимание, что у нас две гильдии. Основная и Академка. В основу берём только опытных игроков с УЭСкой в рейтинге дуо и сквад от четырёх, а в Академку с УЭС от двух. В нашей гильдии весело, поверьте мне на слово. Постоянное КВ, участие в турнирах и, конечно же, постоянное участие в моих стримах. Айдишники двух моих гильдий ждут вас в описании. А я жду только лучших и весёлых игроков. Да, братик, я жду именно тебя. Сегодня вас ждёт просто какой-то перенасыщенный выпуск новостей. Пока я две недели чилил на югах, в игре и в комьюнити в целом произошло с десяток самых разных событий. А зарубежные датамайнеры слили чуть ли не сотни новых скинов и наборов, которые готовятся к релизу уже в самое ближайшее время. Давайте не будем затягивать и посмотрим на всё самое интересное. На связи отец Евген. Здорово, отец. Сегодня в выпуске. Самый популярный ютубер в СНГ решил сменить гражданство и уехал на заработки в Казахстан. Но это не точно. Долгожданный релиз с киноубийцей... Тапочек. Новый режим стенка на стенку и новая карта. Скорое появление личного острова, новый питомец, новый пропуск. Из десяток новых скинов на самые разные оружия. И, конечно же, новенькие наборчики. Это и многое другое в новом выпуске топовых новостей по Free Fire. Итак, начинаем. Но перед этим по-братски поставь лайк на видео и подпишись на канал, если до сих пор на него не подписан. Спасибо. Прямо сейчас в игре вовсю идёт коллаборация с Макларен. Не буду сейчас на ней заострять ваше внимание, потому что наверняка каждый из вас уже изучил её от и до. Лишь отмечу, что в данной коллабе очень неплохая халява. Симпатичные скинчики, которые можно забрать совершенно бесплатно. Конечно, это не может не радовать. Также отмечу нереально качественный синематик. Этот видеоролик, по моему личному мнению, можно считать одним из лучших среди тех, что выходили в этом году. С первого взгляда даже и не верится, что это видео, это видеоролик какой-то мобильной игры. Больше похоже на какой-то момент из десятого форсажа. Семья одобряет. Пишите в комментариях, что думаете по поводу коллаборации Free Fire и Макларен. Что в этой коллабе вам понравилось больше всего? И, конечно, довольны ли вы тем, что её пиарит величайший блогер всех времён и народов Гусейн Гасанов. Нихуя себе. Гусейн на сал. Как Гусейн гасанов. У Гусейн сосал. Как Гусейн гасанов. Какой стыд. На этой неделе самый известный ютубер по Free Fire в СНГ, исключительно по мнению самого этого ютубера, решил переехать в Казахстан и начать делать контент там. Я купил его за лям тинги и привез сюда как своего раба, помогать мне делать деньги. Вот сегодня, например, мы будем ходить по Алмате и оставлять для вас закладки со шпага. Лично я считаю, что Жабка сделает исключительно из-за того, что его канал переживает сейчас не самые простые времена. Просмотров там просто нет. Канал умирает. И чтобы хоть как-то его реанимировать, он решил перебраться туда, где сегодня насчитывается наибольшее количество игроков в СНГ. Free Fire в Казахстане считается чуть ли не самой популярной игрой в принципе. И поэтому казахские ютуберы с каждым своим видео набирают просто запредельное количество просмотров. Жабка решил этим воспользоваться и попробовать захватить аудиторию. Первый же его ролик из Казахстана это про халяву, а его название и название следующих видео на казахском языке. Мда, это лишний раз нам доказывает, что Жабеныч пытается реанимировать канал на совершенно другой аудитории, забив на свою нынешнюю. Получится у него это или нет, покажет только время. Но лично я считаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ожас! Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Кстати, в одном из своих видео с Казахстана Жабка намекнул, что в игру возвращаются штаны ангела. Ну, по вам по секрету, по секрету. Ну, скоро будет, скоро будет, ребят, готовьтесь, готовьтесь. Легендарнейшие штаны, которые ждут абсолютно все игроки. И более того, на других регионах они уже давным-давно вышли. А также там вышли и красные штаны, которые получили неофициальное название «штаны демона». Выглядят очень круто. Ждем появления на нашем регионе. По некоторым слухам, совсем скоро, а если быть точнее, то либо на четвертую годовщину, либо осенью, в игре должен зарелизиться личный остров. Это тот самый режим, который прямо сейчас есть в Free Fire Max. В сети появились видео, где этот режим доступен в обычной версии игры. Напомню, что он подразумевает собой конструктор, где любой игрок может построить свою личную карту. Лично я давно жду что-то подобное, чтобы можно было делать карту и пускать туда игроков, чтобы устраивать на них зарубы, СНС, КВ и что-то еще. Согласитесь, это было бы очень круто. Надеюсь, разработчики нас услышат и это обязательно реализуют. Ну а пока что режиме можно только строить. Играть с другими игроками на своей карте, к сожалению, нельзя. Сегодня в игре вышел новый пропуск. И я не устану повторять, что на сегодняшний день это лучший пропуск в этом году. Естественно, по моему личному мнению. И естественно, если сравнивать его со всеми пропусками, которые входили в 2021 году. Да что уж там говорить, это первый за долгое время пропуск, который я забрал по предзаказу. За него, кстати, давали прикольный скин на гранату. Пишите в комментариях, забрали вы его тоже или нет. И, конечно же, поставьте ему оценочку по 10-бальной шкале. От 1 до 10, насколько этот пропуск охренительный. Ну а если у вас нет денежек на него, то я вам сейчас помогу. Прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, прожимайте пальчик вверх и пишите комментарий. Минимум из 5 слов со своим айтишником в конце. В следующем выпуске топовых новостей я рандомно выберу одного комментатора, кому отправлю 500 алмазов на счет в игре. Для покупки нового элитного пропуска. Всем желаю удачи. Кстати, ребят, а вы смотрите турнир Горены All Stars, в котором принимают участие ютуберы по фрифайр. На самом деле, довольно интересная тема. Конечно, мне следить за этим турниром интересно. И тут я могу лишь похвалить разрабов. Единственное, к чему у меня есть вопросы, это к названиям команд. Драники, вареники, пирожки, блинчики. Почему все они состоят из каких-то блюд? Пирожки, драники, пельмешки. Я вам мою голову уже неделю. Ребята, напишите в комментариях вашу версию, почему здесь такие названия команд. Блин, начитываю сейчас этот текст и что-то как-то драников захотелось. В прошлом выпуске новостей я показывал вам слив предполагаемого нового питомца в игре. И буквально пару дней назад этот слив подтвердился. Следующий питомец, которого получат игроки, будет тигр. Выглядит довольно прикольно. И напоминаю, что у него имбовый турнирный навык. Выйти новый питомец должен либо во второй половине августа, либо в начале осени. Еще одна крутая тема, которую можно ожидать в игре либо в августе, либо осенью, это новый режим стенка на стенку. Да, ребята, разработчики официально зарелизят любимый многими режим SNS. До этого игроки создавали его через комнаты сами. А сейчас же к нему будет добавлена даже специальная карта. Она у вас на экране. Пишите в комментариях, рады ли вы этому или нет. Ждете вы этот режим и, конечно, как вам новая карта к нему. И, наконец-то, давайте перейдем к самому интересному. Новые наборы и скины. Пару дней назад в игру наконец-то добавили самый смертоносный скин убийцу... Тапочек. Чего, блядь? Тот самый тапок, который изначально был ничем иным, как мемом, фотожабой, сделанной одним из русскоязычных игроков. Вот он. Именно эта картинка в свое время очень сильно завирусилась. И спустя год разработчики решили добавить этот рофальный скин в игру. Пишите в комментариях, как вы этот скинчик и собрали ли вы его или нет. Дается он за пополнение в 300 алмазов. А помимо тапка в игре вышло и огромное количество других событий с новыми наборами и скинами. Заострять внимание на них я не буду. Вы наверняка все их уже видели. Я лишь отмечу, что в этот раз в новом джекпоте разработчики удосужились слить майки 2018 года. Даже не знаю, что сказать. А также давайте посмотрим на то, что готовится к выходу в самое ближайшее время. Совсем скоро нас ожидает новый легендарный двойной скин на Вектор, Огонь и Вода. Назначено буду забирать в коллекцию. Также в ближайшее время выходят новые скины на Томпсон и красивенький скин на МВ-40. Пишите в комментариях, как они вам. Новые долгожданные скинчики на двухстволку. Особенно хочется отметить вот этот золотой. Выглядит очень круто. Новые электрические кулаки, которые кстати будут в событии следующей эволюции. Напоминаю, что следующая эволюция это XM8. Новая эмоция. Еще несколько крутых скинов и наборов, которые есть у меня в качестве. Все они у вас на экране. И пока вы их смотрите по-братски, поставьте под этим видеороликом лайкосик и покажите свой достойнейший актив. И подпишитесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. Также, помимо видеофотажей, я нашел и фото с новыми наборами, которые будут выходить в игре этой осенью. Все они у вас сейчас на экране. Пишите в комментариях, какой набор, по вашему мнению, самый крутой. Итак, друзья, это были все самые топовые новости по Free Fire. Очень надеюсь, что выпуск вам понравился. Если это так, прожмите пальчик вверх. Ну или вниз, если он вам не понравился. Потому что я стараюсь только для вас и делаю такой качественный контент, которого нету других ютуберов с новостями. Более того, я делаю этот ролик, находясь прямо сейчас на отдыхе, в отпуске. Только потому, что не могу оставить вас без порции топового контента. Надеюсь, вам это нравится. И также надеюсь, что у каждого из вас лето проходит на ура. И у всех все отлично. Проведите этот последний месяц лета достойно. Чтоб осенью было, что вспомнить. Ну а я прощаюсь с вами. Я был безумно рад видеть вас на этом видео. С вами был Отец Евген. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Алло! 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 Ребят, можете мне подсказать? Креатив в новостном ролике. Единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик такой. Это будет креативно. Но! Какой креатив может быть новостном ролике? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...